И всем привет, ребят! С вами Старбайк, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а также обсуждению темы обновленных овердрайвов. Сегодня мы поговорим про один корпус, который с обновлением овердрайвов стал, в моем понимании, лучшим овердрайвом по его накоплению и, в принципе, по его ценностям. Ну, а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике стоит ему личный ТАК, ТАК, ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Неделю назад у нас в игре было обновление с овердрайвами, где все корпуса, кроме одного, претерпели изменения в худшую сторону в плане накопления овердрайвов. Ну и здесь самое маленькое стало, например, у Хоппера и Крусейдера по 240 секунд, да, со 150 на 240, то есть, грубо, на полторы минуты дольше стали накапливаться овердрайвы. И лишь только один корпус остался нетронутым, остался в той мете, которой он и был, и это корпус Викинг. Очевидно, что при таких изменениях Викинг сразу становится более востребованным, популярным. Ну и если у тебя на других корпусах также плюс-минус копятся овердрайвы, как на Викинге, то теперь автоматически Викинг становится более имбовым корпусом. Сыграем сегодня на нем, посмотрим, как быстро накапливается овердрайв в принципе, ну и попробуем сделать максимальный результат в рамках этого корпуса. В моем понимании, именно этот корпус на сегодняшний момент времени нужно использовать значительно чаще, нежели другие корпуса. Также, если у вас есть дополнительно еще драйвер на Викинг, то у вас еще быстрее будет накапливаться овердрайв и еще больше пользы вы сможете приносить для себя, для набора своих очков, ну и для своей как раз таки команды. Что касаемо пушки, то мы сегодня будем использовать смоку, не знаю, что у меня тут за подлаги, опять не грузится гараж, опять не хочет работать у нас нормально игра. Викинга драйвера у меня, к сожалению, нету на основном аккаунте, если бы было, было бы вообще максимально шикарно. Ну и что касаемо устройства, то мы берем штурмовую и снаряды, это лучшее устройство, которое есть на сегодняшний момент времени под Викинга на смоке. Ну и по режиму давайте просто пикнем быстрый бой, наша задача просто посмотреть, насколько быстро у нас будет накапливаться овердрайв и сколько вообще овердрайвов за одну матчмейкинговую катку я смогу прожать. Ну и это еще очередной ответ на вопрос, да, какой корпус на сегодняшний момент времени является более актуальным. В моем понимании именно после такого обновления Викинг становится, ну если не лучшим, да, корпусом, да, то есть, ну типа вот так вот просто берешь на вскидку и такой, а, лучший Викинг, да, но он становится автоматически более востребованным и более актуальным за счет такой обновы, то что все абсолютно овердрайвы нерфятся, а овердрайв на Викинга не нерфится, да, то есть он по времени остается по накоплению в таких же самых условиях, как он был и до этого. Да, очевидно, что у Викинга раньше накапливался овердрайв дольше всего, в связи с тем, что овердрайв как бы, ну, один из самых таких важных, полезных и крутых. Но, а теперь, да, теперь у тебя, например, на Викинге копится овердрайв плюс-минус так же, как овердрайв на Крусейдере. Только если так подумать, да, сколько ты можешь сделать на овердрайве Крусейдера и сколько ты можешь сделать, например, на овердрайве Викинга. Очевидно, что на Викинга овердрайве ты сможешь сделать значительно больше и значительно, значительно лучше реализовать этот овердрайв. Так, начинаем мы довольно-таки слабовато. Карта у нас Берлин довольно большая, нам все-таки больше подходит для такого вооружения какая-нибудь такая средненькая карта. Но, в любом случае, будем пробовать, будем пробовать реализовывать. Овердрайв дроповый у нас даже здесь падает. Попробуем сыграть под дроповый Оуди, но играет у нас противник под него, я его забрать не успеваю. Пытаюсь накидать сразу дополнительный урон, там за нами еще противник где-то остался. Попробуем забрать еще противника сзади, чтобы у нас не оставалось здесь его. Ну и у меня уже 44% овердрайва имеется, учитывая тот факт, что я запикивался в начатую катку. То это уже довольно-таки неплохой результат. Играю более агрессивно, играю на пуш респа противника, в связи с тем, что у нас карта большая, у меня гиперион. У меня есть возможность играть очень агрессивно и выживать за счет гипериона. Поэтому можем попробовать поиграть как раз-таки от вражеского респа. Попробуем покатать вот здесь, прям по супер наглому, по супер агрессивному. И постараемся также здесь пожить. Если меня здесь будет выпушивать, то будем просто пытаться сейвиться от своих аптечек. 6 киллов у меня уже есть, 70% овердрайва уже накопилось. Так, здесь противничек у нас, ага, понял. Здесь меня противничек уже сливает. По резисту можно было бы здесь, наверное, что-то еще поменять. А в скорпион, рельса, 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 рельса. У меня от рельсы стоит. Да, от рельсы стоит, от скорпиона тоже стоит. На один рез только можно поменять. Ну ладно, тогда менять пока что не будем. Попробуем сейчас подпушить вот здесь левую зонку. Справа у меня как бы проездка получалась. Но если так подумать, то и слева здесь, по идее, можно тоже попробовать пожить, попушить. И сейчас у нас уже будет первый овердрайв. Овердрайв, да, то есть первый овердрайв мы уже практически накопили. 97% у меня уже имеется. Здесь противники пытаются реализовать свои оверки. Я на, как раз таки, на радаре вижу, что здесь пару-тройку противников у нас в округе есть. Выжимаюсь, пытаюсь реализовать. Ну и в три противника оудишечка у нас вкусненькая залетает. Но все-таки с правой стороны, наверное, более актуально можно прожать, более жестко можно прожать. Но в любом случае, три килла дает мне овердрайв. Да, то есть три килла я забираю с чисто прожатия овердрайва. Сможете ли вы дать три килла с прожатия Крусейдера? Вряд ли. Сможете ли вы дать три килла с прожатия Хантера? В теории да, но для этого нужен супертайминг. И вам придется прям выжидать время определенное. Сможете ли вы дать три килла с овердрайва Ареса? Тоже да, чуточку проще, но тоже тайминг нужно ловить. В плане Викинга в реализации практически никогда не нужно особо такого жесткого тайминга выжидать. То есть вы можете быстро этот овердрайв прожимать, ну и там два-три танчика ловить. Да, если повезет, то может быть даже и там четыре-пять танков просто с одного овердрайва вы будете уносить. Если вы например будете там использовать условно какую-нибудь пушку там по типу Грома, да, которая будет еще давать сплэш урон, то и того можно больше тушануть. Ну в зависимости уже от того, в какой тайминг вы прожметесь. Да, ну вот например в такой большой карте поймать все-таки момент тоже можно. Но я считаю, что там условно три танка с прожатия Викинга овердрайва, учитывая тот факт, что у тебя на Викинге как копился раньше овердрайв, так и копится. Я считаю, что это неплохой результат, да, поэтому если вы прожимаетесь на три танчика, это уже довольно-таки неплохо. Так, в очередной раз я выпушиваю правую зонку, пытаюсь здесь покидать урон. Попытаемся сыграть в агрессию, блин нет, наверное, не надо было мне тут сильно агрессировать, попробуем сейчас уйти на стелс. Где противник меня скорее всего не заберет, так. Ну и смотрим, будет пушить меня, не будет пушить. Пытался там заехать на стелс у нас противничек, но в связи с тем, что кто-то из наших тиммейтов помог, я еще живу. Так, опять этот арес и гром пытается выпушить, но начинает с нетрыс респа, поэтому у меня есть дополнительное преимущество в такой ситуации. Он не может все припасы быстро реализовать, поэтому мы продолжаем жить. 16 киллов у меня, да, то есть гиперион в этом плане тоже смотрится очень круто. Перезарядка у меня довольно-таки быстрая, 80% овердрайва уже есть. Значит, я уже сейчас практически второй овердрайв накоплю и можно будет уже второй овер реализовывать. Так, на радар особо противник не смотрит, это очень хорошо, когда противник на радар не смотрит. Если бы смотрели бы на радар, было бы немножечко потяжелее, меня бы более жестко могли законтролить. А так я просто в нагляк играю в респах и особо противник даже и не понимает, что у него происходит в спине. Так, овердрайв появляется, овердрайв появляется, ну и смотрим по радару, где у нас противника побольше. Да, пока что я не вижу перед собой здесь особо оппонента. Есть вот один единственный респ, надеюсь, что у него нет оверки, потому что если у него есть овердрайв, было бы неприятно. Но это какой-то приварш, мне в этом плане даже еще и повезло. Весь противник у нас концентрируется как раз-таки на другом фланге. Можем попробовать запушить через респы, сыграть так, агрессивно, через респик. Либо можем вообще и здесь поражаться, если честно. Можем и тут поражаться, а то мной тут ареса. Ой, мамонта гром все катается, пытается меня здесь найти. Но мне было бы неплохо просто вжаться. Просто вжаться так со мной здесь здороваются. Давайте напишем. Ну давайте попробуем стелса дать. Попробуем открыть стелс. Открыть стелсик. Пробуем раскрутиться. Один есть, два есть, три есть, четыре есть, пять есть. Шикарно. Пятерых с респа уносим. Реализация викинга пошла. Так, ну и теперь наша задача вернуться, наверное, на старую позицию. Попробуем сыграть так, чтобы меня особо здесь не набрили. Но урончика залетает много. Пытаюсь уехать. Пытаюсь. Хорошо. Уезжаю. Ну и нормально, нормально. Живем. По крайней мере, по ходу живем. Пять секунд у меня остается до аптечки. 120 киллов у нас уже на команду практически есть. Ну и вот такой вот наглой игрой мы пока что окупаемся с нашим викингом. 27 киллов у меня уже. Был бы я бы на другом корпусе со смокой. Более чем я уверен, что такого большого количества киллов я бы сделать не смог. С двух овердрайвов у меня получилось сделать 8 киллов. Просто на оверках. То есть в реализацию. Я считаю, что это очень хороший результат. Так, ну и пробуем здесь забрать еще противников. Уже начинает противник все-таки более агрессивно играть. Понимая, что я немножечко уже обнаглел. Но даже не немножечко, а жестко обнаглел, если честно. По аресу не стреляем, чтобы он не развернулся ни в коем случае. Но меня все равно сливают. 130 киллов. У нас на команду 29 киллов. Притом вы должны понимать, что я запикивался в начатый бой. Да, то есть я запикивался не в нулячую катку. Я запикивался в бой, который уже шел. Да, и это, ну для такого боя, это вообще супер результат. 50% овердрайва у меня есть. К сожалению, скорее всего, еще одну оверку я накопить не успею. Так как киллы у нас просто-напросто закончатся. Ну а так, если бы у нас бой бы заканчивался бы по времени, то я думаю, что я бы еще бы один овердрайв успел бы накопить. И три овердрайва в такой катке, это, ну, был бы хороший результат. Да, прям реально хороший, качественный результат. В очередной раз противники начинают здесь с нитры. Не знаю, зачем вообще, если честно, начинать с нитры, когда у тебя на респах противник катается. Но в любом случае для нас это плюс. У нас есть больше возможностей, больше шансов. Ну и вот вам для этой карты тоже позиция, да, в ТДМке. Где вы можете играть, что противник не будет на вас особо сильно внимания обращать. И вы будете всегда играть в плюсик, да. То есть вот, например, сейчас я по гауссу начну накидывать, он даже не развернется. Он будет стоять, пытаться вперед куда-то бросать. А нет, все-таки развернулся. Я уже думал, даже не развернется. Даже и смотреть не будет, что у него в спине происходит. Так, пробуем здесь забрать рикошета. Рикошет у нас с кризиса. Так, пробуем, пробуем, пробуем. Отлично, здесь приварыша тоже можно быстро разобрать. 96 процентов. Нет, кстати, я почти успел еще один овердрайв реализовать. 97. У нас команда не так сильно киллы делает, поэтому у меня овердрайв еще один успевает накопить. Ну, грубо, я успел его накопить, да. То есть это с начатой катки я успел 3 оверки без драйвера. То есть с драйвером у меня было бы еще больше овердрайв. Это еще одно доказательство того, что теперь ты можешь на викинге юзать столько же овердрайвов, сколько ты будешь юзать на любом другом корпусе. Да. Потому что у нас на викинге накопление овердрайва, если я не ошибаюсь, как на паладине. Может быть даже меньше, если мы быстро посмотрим. Я даже не знаю, где правда это смотреть. Где у нас подобного рода есть информация по накоплению овердрайва. Давайте попробуем вот так быстро ее найти. Овердрайвы. Да. И теперь мы берем корпус викинг. Да. Где у нас есть викинг? Накопление овердрайва викинга по времени, подробности и 8 секунд действия. Где накопление-то? Здесь не написано что ли? Не пишет, сколько по времени он накапливается. Очередной, как говорится, минусик для директора. Да. Здесь я не вижу. Урон. Ближние пушки плюс 400. Вулкан 600. Остальные плюс 350. Да. Но здесь не написано, сколько накапливается овердрайв на викинге. Но я думаю, что где-то 300. А. Вот здесь, да, наверное, пишется. Да. Вот здесь пишется. Тогда ладно. Тогда директор пыльжет. 360. Да. Как на паладине, короче. На новом обновленном паладине. Но если сравнивать, да. То есть. Харек 300 секунд. И викинг 300 секунд. Или. Крусейдер 240. Даже не 240. После обновления. Сколько там у нас стало? Если назад вернуться. Сколько у нас стало на викинге? Там вроде как еще цифры не обновили просто. Так, смотрим, 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 смотрим. Так, Крусейдер 240. А, нет. Все обновлено. Все четко. Но в любом случае, да. Крусейдер, овердрайв. Ну, один килл. А у тебя через просто еще половишку от времени, да. Накапливается овердрайв уже викинга. Если у тебя, как я уже сказал, драйвер. То считай, у тебя накапливается овердрайв, как у Крусейдера оверки. Да. Арест 300 секунд копится. То есть, очевидно, викинг в таком балансе смотрится значительно интереснее и значительно жестче. Поэтому мой вам совет. Поиграйте на викинге. Попробуйте пореализовывать его овердрайвы. И я более чем уверен, что у вас в этом плане все будет получаться значительно круче, чем это было до этого обновления. И в рамках этого обновления 100% викинг по балансу стал значительно-значительно актуальней и сильнее. Если этот видеоролик был для вас полезен и интересен, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по нему есть в описании. Ну и пишите все свои мысли в комментариях по этому поводу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.